Вот она уже нас записывает. Вот ты представляешь, нас записывает две баба-яги, одна из кино, а другая натуральная. Из жизни. Не, она красивая оказывается. Конечно. Ну ты сделай так как-нибудь. А вот там наша берегиня на картине. Наша берегиня. Итак, давай тему. Я бы о любви поговорила, о семье. Столько книг, столько кино. Давайте я вам расскажу, чего нет в интернете. Можно? Давай, давай, давай. Микрофон подвину. Миленькие девочки, когда встречаетесь с мальчиком... Смотри, прям помолодела, прямо на глазах. Какая же ты баба-яга. Ты не похожа. Слушай, ну я девочка. Я про девочек рассказываю, я девочка. Ну давай, поехали. Давай. Когда встречаетесь с мальчиком, не надо смотреть, как он одет, как у него образование, чем он занимается. Посмотрите на него, как женщина. Вы и есть женщина. Только пока молодая. Маленькая. Как на отца будущих своих детей. Достойен он быть отцом ваших детей? Тогда у вас будет ни рубли, ни кафе, ни дискотека. А как вы его можете еще проверить? Столько притч. Как орлица проверяет орла? А достойен он быть отцом ее орлят. Она его клюнет, как следует, и смотрит, как он реагирует. Нет. Это притча есть в интернете, повторю. Она бросает веточку с высокой скалы. И так может бросать целый день, а он должен ее подхватить. Тогда она будет уверена, что ни один птенец ее не разобьется. Он не даст выпустить места. Красиво говоришь, мать, красиво. Я и живу так. Теперь мальчики. Слушай, ну давай, я мальчики послушаю. Смотрите на девочек. У меня внучок. Симпатичный мальчик. А у меня пламяки уже есть, да, так. Я старше тебя. Чуть-чуть. Поэтому ты меня слушаешь. Чуть-чуть, конечно, мужчина. Не надо, я серьезно. А вы смотрите на девочек, как на маму будущих. Своих детей. Достойна эта девочка стать вашей матерью? Которая курит, матерится, в брюках ходит. В брюках бедра как будут развиваться? Мыши живота все время зажаты. Здесь уже физиология пошла. Вот. Одно за другой цепляет. Мне смотрят, ну что, интернет, ютуб, кино разные. Бабушка, а как с девочками? Как будут одеться, чтобы ей понравиться? Я говорю, стоп-стоп-стоп. А ты для чего? Девочек ублажать? Или для семьи? Если ты на нее смотришь, как на маму своих будущих детей, совсем другое общение. Так и наряжаться не надо. Я говорю, конечно. Это у нас раньше в школе было политграмоту, что ли? Или как это? Вот. Пора возвращаться. Ты что, нам политбуседу проводишь, что ли? Все правильно. Мне надо. Слушайте, я навожу порядок в ваших головах. Как еще бывает, чего нет в интернете. А Хасаевшка как любит. Девчонки. Я ж растаяла все. Вы же видите, я ж 40 лет скинула. Рядом с Хасаевшкой. Она ключом занимается. Поэтому он сюда никого не пускает. А ключом-то? Вот он же вам одно рассказывает. Я вас шамане сейчас научу. С его ключом. Хотите? Ты скажи, откуда тогда появился? Она была на занятиях. Начало 90-х. Сколько лет назад. Мы еще 30-ти. Ее 30. Это где же было? Это я? Самара. В Самаре, да. Алексей. Слушай, вот вы представляете, вот вы теперь тоже так будете думать. Будете с ключом и будете вот как наши друзья. Да? А Людонька как ключ делает. Ой, как красиво. Не-не-не, я просто сижу и слушаю. Знаете, я уже все рассказала. Нет, ну рассказать одно, как говорится. Как она делает красиво, как она волну выдает. Что ты? Я дала твой старый ключ. Короче, потом мы ее научим, да? Это наша любимица, любимица, актриса выдающаяся, которая играла Баба-ягу. Это Людмила наша. Это Людонька. Да, да, да. Ну, поулыбайся там, поулыбайся. Братцы, сижу сама, не знаю, что вообще, зачем я здесь, что я здесь делаю, потому что на самом деле я бы слушала и слушала их. Мы-то умеем. Да, они-то умеют, это точно. Слушайте, он мне говорит, только не обижайся, я говорю, не дождешься. Она говорит, вас записывать надо. Она играла Баба-ягу в кино, а эта, ей в роль входить не надо. Она так натуральная. Поэтому Людочка наша, она пока в роль войдет. А натуральная тут уже тут ля-ля-ля-ля. Натуральная живет? Ну, нормально. Какие девочки у нас? Просто живет. Ой, какие девочки. Мы о чем хотели еще поговорить? Давай. Откуда эти стрессы берутся? Вот о любви рассказала. Смотри, как на отца будущих детей. Все. Все там. Детей безусловно любим. Чего к отцу придираться? Это все правильно, кроме штанов, мне кажется, потому что ты говоришь, бедра зажимают, и как же... Пупок открывают, малый таз страдает, белый передавильный. Штаны разные бывают. Девчонки, вы посмотрите, как Людонька в новом фильме будет ходить по-русски. Какой новый фильм у тебя? Еще не знаю. Но попозже. В следующий раз расскажем. Пока сюрприз. Замануха. Пока сюрприз. Не надо никого заманивать. Лишь там заманивают ежедневно. Я тебе скажу. В прошлый раз, когда у нас было, вот когда Алан нам устроил встречу, и там, когда мы говорили, и там получилось, там в комментах, мы говорили с тобой насчет актерская деятельность, как зажимы снимать, и там мне комменты, дайте, наконец, человеку сказать. Меня критиковали. Критиковали? Да, что я не давал тебе говорить. Поэтому я тебе предлагаю теперь говорить. Расскажи о зажимах. О чем хочешь, о чем хочешь. Слушайте. Ну, зажимы, да? Вот все мы зажимы. Слушай, ну подожди, баба и гад. А давайте вначале зайдем. Откуда берутся? Русскими словами. Ну, давай. Есть у нас такой интересный глагол. А я подумал. А я подумала за кого-то. Мы не можем за других дышать, ходить по жизни их ножками. Мы не можем за меня спать, кушать. Почему вы решили, что вы можете за меня думать? Что за дурь? Вы можете меня только спросить. Мы же думаем за мужа, думаем за детей. Спросите. Мы не можем за них физически думать. Мы же не гадалки. И мы не живем в головах друг у друга. Но об этом не говорят. А я подумала. Да, в меру своей спорченности. Ожидания с реальностью не совпали. Да, в меру своей спорченности, да. Нет, и в школе так. И за прилавком так. И за столом так. И между собой мы можем. Но мы-то. Как он мне говорит. Извини, я тебя обидел. Я говорю, не дождешься. Скажи. Зажимы происходят потому. Как я понял? Я переспрашиваю. Зажимы происходят потому, что мне кажется, что ты меня не понимаешь, что ты меня не любишь. Креститесь вот так. Кажется. То есть зажимы происходят, что я вместо тебя додумываю, да? Да. Как ты меня не спросил? А вместо этого надо задать вопрос. И я про себя не говорю. Я такая. Вот с такой со мной удобно. Мы не говорим про себя друг к другу. Настоящую Бабу Ягу мы выслушали. А теперь актрису, которая ее играет в кино. Так, давай. Ну, я опять вернусь к понятию искренности или неискренности. Если человек неискренен, то чтобы он там не болтал, чтобы он не трепал, его самого будет корежить от того, что он несет какую-то ерунду неискреннюю. Иискреннюю. Ты поняла? А я вам расскажу, как узнать. Вот увидели человека искренне, искренне, да. Голова кривая. Не умеет, нет гибкости восприятия жизни. Не умеет он разные варианты жизни принять. Вот привычку у него. Так у меня после операции так всегда. Я не про тебя, я для них рассказываю. Так они же видят у меня. Если он ходит вот такой закрытый, значит все. Сердечко заоткрыто, искры нету. Вот у меня закрытый, я вот так люблю, вот так люблю. И свободно сижу, и вот так люблю. Слушайте, он специально так говорит, потому что это поза саморегуляция. Они же не знают до конца ключ. А мне кто-то написал, это ты написала, что у меня там пробка, надо ее открыть, потому что я вот закрылся, и поэтому не могу полюбить. Слушайте, Хосе для меня мэтр, глыба. Как я могу ему такое написать? Это она потом рядом сидит. Ребята, это у него идет саморегуляция, поэтому он сидит, вот ему так удобно. Видите, подмышки, да? А это у нас что? Лимфосистема. А что такое лимфосистема? Он сидит и себя регулирует. Он просто вам пока об этом не рассказал. Да-да, я не расскажу. Ну, а я уже рассказала. Я хочу сказать. Я упал на гололеде, ударился, у меня позвонок влетел спиной, может, 7,5 часа операции. Но дело в том, что до этого я в течение нескольких лет на дверях подвешивался, вот так на скобе двери, 90 килограмм веса. Я подвешивался, и чтобы дверь мне нос не задевал, не задевала, я голову должен был так делать от дверей. Я прессовал себе позвонок. Вот, что значит, неправильно физкультурой заниматься. Я подвешивался, подвешивался на дверях каждый день. Давай так, неграмотно. Ну, а потом как раз и прищип ещё на гололеде. Сам себе навредил. И теперь поэтому, испытав всё на себе, всю свою глупость, я теперь всем говорю. Друзья, когда занимаетесь физкультурой, подбирайте себе те упражнения, которые вам легко делать, где не надо делать насилие над собой, которые вам легко делать, легко повторять, и хочется продолжать. Это критерии при подборе личных упражнений из миллиона самых разных. А сам процесс подбора развивает творческое мышление. Во! Прелесть! Здорово, да? Да. Если бы был Станиславский, я бы сказал, как развивать творческое мышление. Вот как подбирать те упражнения, которые вам подходят. А сам процесс подбора путём перебора развивает творческое мышление. Он бы меня обнял. И мы бы сейчас сидели. Раз, два, три. Не втроём. Нет, почему? У нас ещё вот дамы. А, ещё дамы там, да, в Берегине. Вберегине с нами. Да. Мы сейчас будем заканчивать. На самом деле, можно я скажу? Да. И я добавлю потом. Я бы, я вам очень благодарна на самом деле, потому что большинство из, особенно, юного поколения, не знают ни своих бабушек и дедушек. Не потому что их нет, а потому что их, они есть, ну как бы номинантно они есть, но в вашей жизни не присутствуют. Что-то мешает их выслушать в определённый момент. Что-то мешает в определённый момент впустить в себя их мудрость. Мы немножко все такие подранки. Все немножко такие... В телефонах. В зажимах. В телефонах, да. И если вы впустите в свои сердца свою родню, живую, живую, живую родню, бабушек, дедушек, прислушайтесь к их мудрости, что-то почерпнёте для себя. Вот это и будет ваше Берегине, которое сейчас вот так вот смотрит на нас. Ну, как творческий. И передаёт огромные смыслы. Как здорово, спасибо. И только бабушки, дедушки вам расскажут, что главный инструмент мысль, а не глагол хочу. Вы представляете, у нас получился экспромт, импровизация, роли мы не разучивали, мы уже не способны к этому, и времени не было. Мы просто живём. Ну, мы знали, у меня есть такой афоризм, если нормальные люди соберутся, даже не зная исходной темы, всё равно что-то придумают интересное. Но стоит затесаться среди них хоть на дому примитиву, все усилия идут как в песок, да и хлопот потом не оберёшься. А мы нормальные люди. Поэтому, друзья, никогда не бойтесь думать о людях хорошо. Если вы будете думать о людях хорошо, у вас уже будет большое преимущество. Во-первых, вы его не обидите. Во-вторых, вы его дополнительным вопросом можете услышать. И бабушек своих, и дедушек. Если бы я знал, почему дедушка так переживал в своё время, когда я женился, я бы спросил его, а почему ты так переживаешь? Он бы мне объяснил. Я бы всё понял. Он берёзы тогда посадил. А потом, когда я женился, оказывается, он их срубил и вишни посадил. Я до сих пор не знал, пока мне мама через много лет не объяснила. Он посадил тогда, когда ты родился, а спелил, когда ты женился. А потом, оказывается, он любил мою жену очень сильно. И был единственный человек, который ходил к ней проведывать её, когда на больницу попал. Мой дедушка, который до моих лет повзрастения сидел в моей кроватке, газеткой помахивал, мух прогонял. Очень меня любил дедушка. Поэтому моего правнука, мой внук, назвал моим именем Хасачик. Поэтому, да, в следующий друзья... Я всё правильно сказал? Всё правильно. Друзья, что бы мы ни говорили, мы говорим о любви. О любви человеческой. Будем человеками, и я думаю, что мы всё преодолеем. До встречи.